Сейчас я хочу рассказать более подробно про приставку, которая в этой коробочке приехала, стоимостью в районе 30 долларов. Тут заявлено, конечно, 4К, но с небольшим нюансом, что 4К оно кочегарит нормально только через встроенный плеер. Как вы уже чуть позже сейчас увидите, с YouTube есть небольшие проблемы, изредка подергивать, но по-моему это связано скорее со скоростью передачи данных. Потому что с Винча он и большее разрешение берет без проблем, а вот передача с YouTube она более замедленная. Детям нравится, мелкие учатся, еще особо не умеют. Старшему там уже делать нечего, у нас раньше была приставка и помощнее в два раза. Сейчас у старшего тоже приставка, но на Винде 4х64 и процессор по наворочению, поэтому проблем никаких. Все, смотрим дальше видео, начинаю. Так, друзья, всем приветик. Прежде чем сделать обзор приставки новой, хочу показать, почему я взял такую слабенькую. Потому что у нас есть вот такая вот штука. Она на Винде, как вы видите, модернизирована. К ней приделали жесткий диск на полтора терабайта, вентилятор, хаб и довольно-таки дополнительное устройство, довольно-таки много. Клава, все такое. Но вот теперь вернемся к этой. Вот почему у нас она слабенькая. Вот как это все выглядит в собранном виде. То есть мы в нее подключили HDMI, питание, сеть LAN и выход с PDIF, то бишь по-русски лазерный, оптический. Сюда воткнули передатчик от клавиатуры с мышкой и передатчик от пульта управления, то бишь джойстик. Вот такая вот штукенция. Берем ее родной пультик, включаем питание на усилителе. Сразу питание пошло на нее. На телевизоре сейчас переключим с детской фигни. Сейчас АВТВ. на HDMI 1. Вот пошла загрузка приставки. Вот и все. В общем-то, клава с мышкой работают. Так, хомяк ушел. Так, кверс ногам мышку держу. Ой, куда-то уже нажал. Так, пока мы грузимся. Сейчас попробуем, кстати, Play Market сразу поставить. О, господи, какой Play Market. YouTube приложение, которое единственное у нас еще не поставлено. Из полезных. И проверим, пока он ставится, будет ли у нас все остальное работать. Сразу замечу, что по LAN после того, как поставили танчики, убедились, что они не хотят без сенсорного экрана играть. И вышли обратно. У нас по LAN загрузка начала быть очень медленной. Не понял, в чем прикол. Переключил на Wi-Fi. Точнее, не переключил, а добавил еще и Wi-Fi. И загрузка пошла просто звездолетными темпами. Теперь у нас все вроде как летает. Так, поставили с ребенком несколько игрушек. В частности, вот эта игрушка уже проверяли единственную. Она работает у нас и с джойстиком. Сейчас, надеюсь, мы покажем. Что у нас с батарейками? Что, сел, что ли? О, блин, а батарейки-то и сели. Так, придется сделать паузу. Ладно, возвращаемся. В попытке проверить, как у нас это все будет играться. Да что ж, ты такой чувствительный-то, а? Собака. Ой, это не тот пульт. Что-то мне не выбрать четко. Он не дает. Не понял я, почему не дает. А, это потому что я девкой играю. Походу. А где нормальный парень-то? Вот он. А, да нет, вообще парень. Не понимаю, почему не дает играть. Потому что она идея не понесла. Так, стоп. Что там было за 3D? А, 3D-картинки, понятно. Это нам не надо. Как тебе играть? На. Это когда-нибудь быстрое. Ха, прикольный глюк. Так, ладно, режим мышки. Может, просто тыкнуть? Нажать. Не, он сразу с нее уходит. Диактивируем. Ага, понятно. Диактивируем. А теперь он хоть объяснил, почему. Нет, это он про пятерку объяснил. Ну-ка, цифра 2 не сработает? Нет? О, теперь сработало. Непонятно. Вот такой вот небольшой глюканатик. Да. Ну, тоже интересно. Вот. Как вы видите, на пульте есть режим мышки. О! Сейчас посмотрим, тут ли режим у нас стоит. Работает. Никита, на. Вот этим рулим. Вот этим газуем. Вот этим газуем. Так, значит, не этим. Проверяй. Три кнопки. А, вспомнил. Не трогай, это выход. Не трогай, говорю, это выход. Вот, газ, я вспомнил. Снизу. Я говорю, снизу. Так, все. Бесполезно. Никита, не умеешь играть? Понятно. Тогда зачем предлагал свои услуги? Ну, вот как у нас играется, в общем-то. Если ребенок научится все-таки в свои пять лет этим пользоваться, то будет играть. Когда Никита запомнит, а, Никита? А я одной рукой умудряюсь играть, как выясняется. Ну, короче, это игра для тех, кто говорил, что эта приставка сильно лагает. Ни хрена она не лагает. Как вы видите, в 3D-игре даже. Ну, и, само собой, кнопками тут все вот оббирается. Просто газ находится вот здесь, снизу. R2-8. Почему-то у меня ребенок этого не понимает. Ребенок, будет дубль 2? Нет. Понятно. Значит, ребенок играть не будет никогда в жизни, да? Не буду. Хорошо. Значит, приставку выкидываю. Следственный эксперимент номер 2. Сможет ли пятилетний ребенок справиться хотя бы с птичками? Потому что, как вы видели, с гонками он не особо справился. Левый выбирай. Экран-то отодвинутый. Не глядешь, стреляешь. Никита, двойной клик в экран сделай. Двойной, а не тройной. И не сейчас, а когда еще стреляешь. Блин, что ж так громко-то опять? Чтобы дальше нужна грязь. Закрой, крестик. Ух ты! Двойной клик в экран, говорю. Вот. И тогда ты можешь попадать легко. Телек у нас, к сожалению, 3D, поэтому снимать надо, блин, с определенного ракурса. Зачем? С подлетом? Оригинально. Ладно, Angry Birds мы проверили. Никита, отдай мышку. Меню. Выход. Закрыть, выход. Закрыть, выход. Да. Так, теперь проверяем, как у нас будет работать YouTube. Поскольку, Никита, напоминаю, первая цель этого видео не показать, как ты играешь, а показать приставочку. Проверяем. Господи, какой фигни, только не понаволазило. И в экран, кстати, не все лезет. Так, это мы сейчас тоже попробуем настроить. Ну, любое видео на шару, например, вот. Как у нас будет воспроизводиться. Это помнится, без приложения все лагало. Ну, конечно, без рекламы, но никак. Разрешение у нас. Так, понятно. Короче, мое чувство, что в экран ничего не лезет. Попробуем залезть в настройки. Вот. Дроид сеттингс. Дисплей. Screen position, вот рамки появились, так, вот как-то так, так и оставим, пробуем заново тогда войти в youtube, должно все уже теперь поместиться, вот библиотека, уведомления, подписки, подписок по идее быть не должно. Главная, что же главная? Ну, главная страница youtube. Ага, от 100 рублей, а бесплатного у нас тут конечно же нет, понятно? Кроме боев и теток у нас тут ничего нету что ли? Кошки есть. Хочу, хочу, хочу. Разрешение реально тут где поменять? Вот где у нас меняется разрешение, а выше 360 тут и нету, непонятненько. А где нормально это качество? Ладно, поиск. Сейчас посмотрим, мой канал найдется? Нашелся. А вот это видео мы сейчас и включим, посмотрим какое разрешение оно даст. Ну и что? Вот 720, пожалуйста. Вот он и потянул. Вот это я и хотел понять. Потянет ли эта приставочка максимальное разрешение для этого телевизора? Тянет, пожалуйста. Проблем не возникает. Единственная проблема в том, что телек 3D, поэтому полосатость возникает и нормальное качество вам не показать. Но на глаз, короче, все отлично. Ладно, с YouTube разобрались. Значит, косяк был именно в том, какой контент нам предлагало все. Так, и сейчас хочу еще одну вещь проверить. Во-первых, надо подписаться, чтобы потом не искать долго. Так, мы сейчас работаем через Wi-Fi или через LAN. Вот это вот мне интересно. Сеть. Wi-Fi включен, LAN тоже подключен. Значит, пробуем Wi-Fi отключить. LAN у нас вроде бы остался. Сейчас посмотрим, как у нас будет и будет ли работать через LAN. Так, подписки. Работает. Так, расширить. Качество вообще ужаса. Вот, пожалуйста. И через LAN вроде лагов нет. Значит, лаги были связаны именно с Wi-Fi. Ну, короче, могу сказать одно, что, конечно, изображение не идеальное, но нормально. И извиняйся, на крючок ничего. Слишком темненько, я бы сказал. Нужно, видимо, поднастроить. Ну, короче, работает. Само собой, работает на свою стоимость. 30 баксов это немного, но он, в принципе, свои 30 баксов вроде как уже отрабатывает. Так, где у нас вообще все программы, которые мы поставили? Птички Star Wars. А, ну, в принципе, ладно. Никит, попробуешь вот эту фигню поиграть? Это одной кнопкой все делается. Значит, мышкой будет. Это уже потом. Давай посмотрим, что у нас все игрушки должны идти. Дождись, пока уровень заполнится. Потом мы тебе рабочее место, как говорится, сделаем, как у Сашки. А пока так. К сожалению. Ну, давай пробуй уже. Прикоснитесь, написано. Такни мышкой куда-нибудь. Тыкай. Вот. Куда тыкаешь тут, причем, неважно. Куда-нибудь, но нажимаешь, когда надо прыгать. Вот. Понял? Монетки собирать надо. Пока держишь, он летит. Отпускаешь, он не летит. Алло. Никита, ты меня слышишь, нет? Объясняю еще раз. Пока ты нажимаешь, у него двигатель работает. Дубль два. Нажимай. Че замираешь-то? Продолжить. Значит, до танков ты еще реально не дорос, раз ты даже одной кнопкой играть не умеешь. Играть снова написано. Попытка номер два. Нажимаешь, когда надо взлетать. Но недолго держишь. А чуть-чуть. Вот. И таким образом регулируешь свой полет. Понимаешь? Вот эти штуки огненные облетать. Облетать! Понятно, бесполезно. Все. Не буду я посыкать. Пошел. Если и в это не сможешь играть, мне похрену, что хочешь. Двойной клик тут не обязателен был. Тут достаточно было одиночного. Вот же, блин. Ну, разрешаю уж, раз уж первый раз нажал. Зачем ей, правда, доступ к системе, я не знаю. Интересная игра. Ух ты же, обожаю. Как видно, для пятилетнего ребенка даже простенькие игры на одно нажатие сложные. Ну, а старший ничего. Вот на это вот чудо-приставки танки гоняет. Он говорит, сделай так. Ты стрелять собираешься или как? Никита. Мышка не зависает, а плохо работает. Саша, я ее угрохал. Ну, верни обратный экран-то. Мышкой. А, уже нет? Уже отобрали? Нет. Ну, нажми. Он на кружочек показывал нажать. Кружочек попасть можешь, нет? Кружочек попасть можешь кончиком мышки? Выше. Левее, выше. Выше. Вот, нажми. Так, правее. Нажми. Нет? Нет. Значит, тогда стреляй просто. Напоминаю, это первый запуск. Ты стрелять будешь, нет? Он тебе лишь показывает, как надо. Так. Нет. Ты же видишь стрелочки и видишь твои точечки. Соедини стрелки с точками. Вот, давай. Понял? Тыкай в экран, он коснется. Да где угодно нажимай. Вот тебе объяснили, что надо не только стрелять, но еще и нажимать в процессе. Бум. Бум. Какой-то улетел. Так, пауза. Надо уничтожить. Ну, короче, я понял одно, что эти птички просто побольше вжрут процессора. Так, попробуем включить свет, пока у нас игра идет. Где у нас подсветка? Вот. Я хочу показать, что приставка, она уже немножко поднагрелась. Папа, я буду жить в твое. То есть, как мы видим, местами где-то 41 тут проскакивал. Вот, 41 градус где-то вот здесь. Блин, вот. И больше 41 она, в принципе, пока и не поднялась. Так что я надеюсь, что ребенок научится этим пользоваться. Приставка стоит своих денег. Попробую я над ней поиздеваться. Покрутить, повертеть. Сейчас опять включу свет. Если кому интересно, как она выглядит с разных сторон. Осталась еще одна дырка на выход на колокольчики. Карту памяти я уже в нее поставил. С оставшейся стороны ничего. Может, не подкинулся, а подлетел. Подлетел, но и что же в всех хирушек. Ну, вот такая вот детячая радость в районе 30 долларов. Надеюсь, вот это дитё научится ей пользоваться. Да, дитё? Ага. Я и так уже научился. А джейпаг смог, где мальчик летает с рюкзаком, не смог. Гонки смог с джойстика, не смог. Так что тебе еще много чему учиться. Ну и самое главное, что те игры, которые не рассчитаны на управление мышкой, они тут, соответственно, не пойдут. Или нужно ставить дополнительный модуль. Программу, то бишь, которая будет давать соответствие нажатия кнопки на джойстике к какому-то действию с экраном связанным. Но это уже отдельная статья. Это уже геморрой, не со всеми программами работает. Иногда конфликтует, зависает. Короче, мы это все проходили. Я даже париться не буду. Будем играть только то, что играется с мышкой. В основном это приставка для фильмов. Я и вижу. Так что все, вот она, приставочка V95. Всем пока. На этой ноте чао. Никит, скажи всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...